Головков Александр Александрович, 42 года, место рождения город Горловка. Подразделение 269-й ОСБ, 2-я рота, должность с гранатометчиком. По стрельбе мы только с автомата стреляли пару раз, но сидели голодные ждали, пока привезут что-то поесть. Подолгу их выводили из позиции, они там, ноги умирали от истечения крови, в неделю по два, по три раза. Обстрелы бывало и чаще, что по четыре дня, беспрерывный огонь. У нас закидывали минами, в основном вот парни приезжали из позиции, рассказывали, что там обстрел до 10-12 часов продолжается непрерывно. Судя по количеству раненых, довольно-таки четко. Ну вот у нас было в роте 96 человек, осталось чуть меньше 20. Война никому не нужна, не беритесь за оружие. До войны работал на мебельной фабрике, собирал мебель. Мне позвонили с работы, сказали явиться в ДК с вещами. Там нас переписали паспортные данные, загрузили в автобус и отвезли на Вьянакиво. Там переодели форму и отвезли на Ёлки. Ёлки это заброшенное предприятие, на котором собрали всех мобилизованных. Нас погрузили в автобус, сказали, что мы едем на полигон на занятия и все. Говорили 4-5 дня. Выдали военную форму, берцы. Летнюю, зимнюю. Весь мешки выдали, там был противогаз, палатка, казанок этот, кружка, ложка. Старшина спрашивают наши размеры, привозят, заказывают под всех. Мы ему деньги отдаем, он нам формует. Мне кажется, он просто где-то на рынке по дешевке берет и нам продает. Подрозит? Без понятных. Сколько у вас за форму заходил? Ну, это стоит 1300 кроссовки, 5500. Ну, то, что нам выдали, у нас ее как бы забрали. Ну, вот буквально месяц назад у нас забрали всю форму. Ну, не все, только зимнюю, правда. Берцы забрали зимнюю форму. Мы в основном в тылу были. Ну, привозили продукты там иногда, когда получали, куда можно было спрашивать. Там то хлеб, то печенье такое, там чай этот старый, грузийский еще. Ну, раз 3-4 дня, а то бывало раз в неделю. Сидели голодные, ждали, пока привезут что-то поесть. Никому это не нравилось. 76 тысяч. Ну, как бы то, что оставалось, у нас большую часть забирали денег. У старшего мы сдавали каждый месяц на нужды роты. По 20 тысяч мы сдавали. Нам говорили, что это просто, ну, как бы то ли усиление, то ли поддержка какая-то. По-моему, ЧВК. Они ходили с этими нашивками круглыми, ну, с черепами. Нам говорили, что это вторая линия обороны. В последнее время, в основном, мы доставляли пищу, выносили раненых. Раненых мало было? Ну, достаточно. Достаточно много. Точно не могу сказать, их никто не считал, но очень много. Ну, с того, что ты видел там? Ну, с того времени, сколько я попал в эту бригаду, достаточно много. Ну, я... 50 сотни. Сотни. Подолгу их выводили с позиции, они там, ноги умирали от истечения крови. Машина не всегда приезжала вовремя, чтобы забрать раненых. Три-четыре часа обывало, что и сутки. Не люблю войну, не люблю убивать, не люблю стрелять. Я, слава Богу, за все время никого не ранил, не убил, не покалечил. Для меня, что там люди, что здесь. Нам приказывали открыть огонь там с того, ну, противника, магазин. Мы вышли, по-по-по-по-по-по, и все, развернулись, ушли в неделю по два, по три раза. Обстрелы бывало и чаще, что по четыре дня. Беспрерывный огонь. У нас закидывали минами, в основном вот парни приезжали с позиции, рассказывали, что там обстрел там до 10 до 12 часов продолжается непрерывно. Судя по количеству раненых, довольно-таки четко. Ну, вот у нас было в роте 96 человек, осталось чуть меньше 20. В основном убитые и раненые. Кто-то просто списали по состоянию здоровья, но в основном раненые. Раненые, покалеченные, списанные по ВВК. Что никому не нужна война, не стоит ее начинать, и людей обманывать нехорошо. Нам обещали, что мы просто приедем на учение, продлится это 4-5 дней, и все, и вас отпустят домой. А я здесь уже второй год. Хорошие отношения, никто не бил, оказали первую помощь, привезли, все накормили. Война никому не нужна. Не беритесь за оружие. Ай... Субтитры создавал DimaTorzok